После годового перерыва Владислав Турутин возвращается в дружный коллектив Кировского трамвайного депо. Молодой человек учится на историка, совмещая учебу в ВУЗе с работой кондуктора. За зарплату не беспокоится, ее выдают без сбоев. Впервые в трамвайно-троллейбусное управление Владислав пришел в 2020 году во время первой волны коронавируса. Но из-за сессии пришлось уволиться. Сейчас, рассказывает молодой человек, времени стало больше и решил вернуться. К тому же, благодаря мерам поддержки, условия труда улучшаются, усиливается соцпакет. Стабильность работы на муниципальном предприятии, которую так ценит Владислав, самая важная. А еще, заверяет, трудиться на линии ему нравится. Можно снова ездить по городу, общаться с людьми и одновременно приобщаться к богатой истории транспортного предприятия города. Еще будучи школьником с темой об истории Самарского трамвая, он занял первое место в одном из конкурсов. Не исключает, что в дальнейшем возьмет ее в основу дипломной работы. Все пропитано историей и пониманием, что трамваем пользуется огромное количество горожан и это транспорт очень нужный для нашего города. У нас есть специальные смены, короткие. В этом плане для трудоустройства и вот для студентов в частности, я думаю, лучше не придумать. Трамвайно-троллейбусное управление стремительно развивается, и сейчас ему нужны новые специалисты. Для этого предприятие продолжает активную рекрутинговую кампанию. За прошедшую неделю в ТТУ приняли дополнительно шесть кондукторов. Также трудоустроиться решили еще два человека на должности водителей трамвая и троллейбуса, которым еще предстоит получить квалификацию. Вводятся новые меры поддержки для персонала, как для старожилов, так и для новичков. Особенно необходимы кадры по вакансиям кондукторов и водителей. Подготовка возможна с нуля, причем бесплатно. В ТТУ функционирует учебный центр, где осваивают знания и навыки те, кто хочет стать водителем трамвая и троллейбуса. На период обучения выплачивается стипендия, иногородним предоставляется место в общежитии. После обучения трудоустройство гарантировано. Молодым сотрудникам уже идет ежемесячная стимулирующая выплата. Также у работников ТТУ есть льгота на бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах. В дальнейшем перечень транспорта будет расширен. Индексация заработной планы проводится регулярно. Например, в прошлом году суммарно более чем на 18%, а уже с 1 апреля зарплату водителям повысят сразу на 20%. Индексация ждет и кондукторов. Все эти меры направлены на то, чтобы у предприятия имелся необходимый водительский штат, и конечной целью этого является увеличение выпуска трамваев и троллейбусов по городу, чтобы пассажиры чувствовали себя удобно, комфортно и могли пользоваться городским электрическим транспортом. Одна из последних мер, которая также начнет действовать в апреле, это единовременная выплата новым водителям электротранспорта. Для этого кандидату на управление трамваем или троллейбусом нужно сдать на права в учебном центре предприятия. Единовременная выплата предусмотрена ученикам нашего учебного центра, которые пройдут обучение в течение 6 месяцев, получат после обучения водительские права категории трамвай или троллейбус, заключат с трамвайно-троллейбусным управлением договор о трудоустройстве, и этот человек сразу получит вот эту вот денежную сумму в размере 100 тысяч рублей. Работа в муниципальном предприятии – это стабильность, подчеркивают сотрудники. Белая своевременная зарплата, стаж, бесплатное обучение с выплатой стипендий в размере МРОД, который скоро повысится. Водители и кондуктора к основному отпуску получают дополнительные дни отдыха. На предприятии есть возможность повышать водительскую квалификацию, а также участвовать в конкурсах профмастерства городского и всероссийского масштабов, по результатам которых также можно повысить статус и увеличить свой доход. С каждым годом муниципальное предприятие развивается. Приходит новая техника. Например, в прошлом году в Самару доставили 22 адмирала – ультрасовременные троллейбусы с кондиционерами. Старая техника при необходимости ремонтируется. Для этого в управлении есть специальный цех. Кроме того, во взаимодействии со специалистами из Екатеринбурга прорабатывается вопрос капитально-восстановительного ремонта старого парка – моделей «Татра Т-3». При этом масштабное обновление обойдется дешевле закупки абсолютно нового транспорта. Однако и на новые вагоны тоже рассчитывают. Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев находятся на рассмотрении в Москве. Будут заниматься и ремонтом городских трамвайных путей, прежде всего на улицах Новосадовой и Ташкентской. А на пересечении Ставропольской и Нововокзальной планируют реализовать проект реконструкции транспортного узла и открыть новые маршруты. В реализации масштабных планов и обеспечении стабильности транспортного сообщения наличие квалифицированных кадров имеет важнейшее значение. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.